Сегодня Федя приходил, типа деньги приносил, открывает сумку, а там граната. Что? Граната? Да успокойся, да все ништяк. Какой ништяк? Я говорила вам к придуркам, что вы его пережмете. Да нормально все, ништяк и граната. Где ему придурку взять настоящую? Придурок, это ты! С твоим дизелем! Вы, конечно, за это шоу отпенали зря. За какое шоу? С чего ты взял, что он вас пугать пришел? А что еще-то? Чтобы вы ему по голове настучали? Почему бы и нет? А ты понимаешь, что, может быть, он на тот свет собрался и вас решил с собой прихватить? Да ладно, что он, придурок, что ли, совсем? На тебя посмотри. Ты куда собралась? Я тебе говорила, что мы его слишком сильно дожмем. К Федору не надо, срочно. Да ночь же на дворе я не пущу, подожди. Ты че, Лариса? Я говорила, что это до добра не ведет. Все, мы его серьезно достали, понимаешь? Если он с собой что-то сделает, нам денег не видать. Давай захват. Даша. Люсь, еще раз повторяю. Ну, корпус назад сильно отклоняешь. Не надо так, дед, ближе ко мне держись, понимаешь? Я вижу, что ты делать будешь. Смотри. Взяла. Раз. Два. Ну, ясно. Почти. А вы еще раз покажете? Папа! Где ты опять пропадала? Папа, я вернула наши деньги. Опять вы? Вот, Федор. Здесь 300 тысяч. Без всяких условий. Без всяких условий. Папа. Сделал я ошибку, полюбив тебя. На ветру летаю, ты меня зовешь. Ночью я растаю. Утром ты уйдешь. У меня лишь вечность всего. А у меня лишь вечер всего. И тебя желаю, я тебе желаю всего. Я еще не знаю всего. А я уже не знаю всего. И тебя желаю, я тебе желаю всего. И тебя желаю, я тебе желаю всего. И тебя желаю, я тебе желаю, я тебе желаю. Где ты взяла деньги? Алиса, ты мне можешь толком объяснить в конце концов, что происходит? Успокойся, Федор, успокойся. Тебе нужны были деньги. Вот они. А дочь не ругайся. Она же это делала для тебя. Рисковала, между прочим. Смелая девушка. То есть это твои деньги? Нет, Федор, это твои деньги. Какая разница, чьими они были раньше? Главное, я надеюсь, они помогут решить твою проблему. Да, да, помогут. Помогут, но ты имей в виду, я тебя обязательно верну. Это я беру в долг. Это как тебе будет угодно, Федор. Но моя просьба остается в силе. Звони, если надумаешь, что в гости. Да, я позвоню. После того, как найду деньги. Рад был помочь. Погорчу. Погорчу. Деньги. Я их украла. Нет, давай все-таки завтра на тренировке. Оставай. Да, конечно. На тренировке вы заняты одними пацанами. А меня словно и нету. Люся, ерунду не говори, я всем одинаковое внимание уделяю. Конечно. Зачем девчонки в дзюдо? Если ты так думаешь, скажи мне вообще, какого лешего ходишь в зал? Дохожу, значит, нужно. Ну все, Катюх. Сбой устранен. Сейчас перезагружу его, и все будет окей. Ой, все-таки классно, что у нас в институте ваша кафедра есть. А то врачи врачами, но нужен кто-то, кто в медицинской технике все-таки шарит. Всегда, пожалуйста, обращайся. Спасибо. Но ведь из учебника переписываю. И то с ошибками. А ты из-за Егора? Да. Слушай, а как у тебя с оплатой за институт? Боря, лучше не спрашивай. С этим вообще засада. Так и не нашла деньги. Ну откуда? Что ж такая непруха-то, а? Ничего себе непруха. Ты помнишь, о чем мы познакомились? Нет. А я очень хорошо помню. Я тогда по всем комнатам ходил, искал что-нибудь пожевать. Помню, к тебе зашел, у тебя тут целый кабан был. Окорок. Какая разница, кабан, окорок. Я помню, зашел к тебе, у тебя вся комната была колбасой завалена. Да. Боря, хорошие были времена. У меня ведь тогда мать была директором мясокомбината. А потом взяла из дуру, пустила в акционера свою молодую заместительницу. Хм. И все. Пожрать теперь нет. За учебу платить нечем. Нет, ну я ведь, я ведь всю жизнь мечтала стать врачом. Я ведь в детстве, я вот всех куколок своих перелечила. Я мечтала людей спасать, а теперь вот из-за каких-то паршивых денег меня что, выживут из университета? Нет. Нет. Не смогу дальше учиться. Повешусь. Украла? Как украла? Это не может быть. Ты моя дочь! Я тебя эту не учил! О том, что я твоя дочь, папа, надо было думать, когда ты скрыл от меня, что заложил квартиру. Когда ты кричал, что не станешь со мной разговаривать, что отказываешься со мной говорить. Это тебе позволяю. Это из-за тебя, папа, я решила, что султана наши деньги. И это из-за тебя я их взяла. Я надеялся. Точно. И это из-за тебя, папа, в глазах этого гада я выгляжу дурой и воровкой. А он мне с улыбочкой говорит, что я смелая девушка. Я запрещаю тебе говорить в подобном Тоне. Хорошо, папа. Не буду. Доволен? Ну, Алиса, не ожидал я от тебя такого. Папочка, ну, расскажи мне, о чем этот горный орел тебя просил? О чем бы он меня не просил, его просьба не будет выполнена. Никогда! А значит, и говорить не о чем. Ну, ты мать даешь. Совсем крыша двинулась? Ну, как можно из-за учебы вешаться? Так и можно, Борь. Приказ о моем отчислении уже к ректору пошел на подпись. Ну, и что? Тебе жар меня не грозит. Ну, будешь без диплома. Да что значит без диплома? Ну, это моя цель. Я специально в Москву приехала из Липецка, чтобы образование лучшее получить. Кто меня к людям без диплома подпустит? Ну, может ситуация с деньгами наладится. Восстановишься. Да. Так меня тут и ждут. И потом вообще непонятно, появятся эти деньги или не появятся. Ой. Я бы все сделала ради этой цели. Ради цели учиться. От мечты же нельзя отказываться, правда? Я не знал, что ты такая. Борь, какая? Целеснимленная. Знаешь, Катя, если бы... Если бы у меня были эти деньги, я бы тебе их обязательно дал. Спасибо, Борь. Ты настоящий друг. Алиса, привет. Федя. Федя. Федя, ты говорила такие странные вещи в больнице. Я сначала не поняла. Потом ужасно испугалась. Я подумала, что может случиться что-то страшное. Федя. Ты что-то опять натворила, а? Видно, что ты молчишь. Алиса. Звоню сказать, что понимаю, за что ты на меня рассердилась. Я был неправ. А в чем ты был неправ? Разобрался? В том, что мужиком родился. Ну, Егор. Да шучу, шучу. А я серьезно. Потому что мы же с тобой на всю жизнь. Да, на всю жизнь. До самой смерти. Поэтому и звоню. Я понял, что у тебя есть это... Мое личное пространство. Вот. Сейчас только хотел сказать. Личное пространство. И лезть в него нельзя. Хорошо, что ты это понял. Александр, ну это очень трудно. Я все время хочу знать, каждую минуту, что с тобой происходит. Иначе я просто с ума сойду. Да ты уже сошел с ума. Мам, в доме поговорить нормально. Ну что, я вся дома. Да у себя. У тебя еще комната есть, кухня. Давай. Извини. Что там, проблемы с отцом разрулились? Да. Только я дико устал. Ну, скажи, что любишь, и я отпущу тебя спать. Ты мой самый любимый. Самый хороший. Я тебя очень и очень и очень сильно люблю. Ну, а я тебя. Спокойной ночи. Ой, граната, боже мой, Федя, ты с ума сошел? Ты как ты мог? А ты подумал обо мне, ты подумал об Алисе. Как бы мы были без тебя? Ладно. Слава Богу, деньги найдены. Сейчас мы отдадим их этим мерзавцам. И все закончится. Они от нас отстанут. Все будет хорошо. Я решил вернуть деньги султану. Что? Ты с ума сошел? Почему? Ас-саляму алейкум. Заур. Слушай, так поздно, а ты еще на работе, в карьере. Похвально. Тебе нужно памятник поставить. Алейкум ас-салям, султан. Да я сам себе как памятник. Весь вот в пыли, с головы донухну. Но работу свою делаю, не сомневайся. Я не сомневаюсь. И ценю это. Но сейчас я хотел с тобой поговорить как с родственником. Да я слушаю тебя, султан. Я прошу тебя, подготовь, пожалуйста, все для моей свадьбы. Ты что, женишься? А что тебя это удивляет? Нет-нет, что ты, я радуюсь. Это же прекрасная новость. Твоя же жена Лейла до сих пор не родила тебе наследника. Может, молодая новая жена подарит тебе сына? Но у меня есть Назир. Слушай, кто у нас признает твоим сыном незаконно рожденного? Лучше скажи, когда свадьба, я все сделаю. Свадьба примерно через неделю. Примерно. Ну да, понимаешь, моя невеста еще не знает о том, что она выходит за меня замуж. Слушай, а если она тебе скажет нет? Ты думаешь, мне можно ответить нет? Ты давай, готовь свадьбу. Ты давай, готовь свадьбу. Зачем их отдавать султану? Я не понимаю. Потому что он хочет отобрать у меня Алису за эти деньги. Как это? Чего твоей Алисе не будет? А вот если деньги не отдать, бандиты… Так, все, Лара, я решил. Ну хорошо. Да, хорошо. Я понимаю, ты отец, ты за дочь переживаешь. Ну она-то хороша, а? На нас совсем наплевать. Другая бы, чтобы папу выручить, на все что угодно бы пошла. Но нет. Подумаешь, замуж выйти. Да ради Бога, через месяц можно развестись, в чем проблема. Но нет. Мы для этого слишком нежные, мы для этого слишком избалованные. Алиса не знает о предложении султана. Ну вот, а я на ребенка наговариваю. Да я уверена, что как только она узнает, она сразу же согласится. Я не соглашусь. Алиса любит Егора и выйдет за него. Я не стану ломать ее жизнь. Да? А мою, значит, жизнь ломать можно? А ты вспомни, когда этот уголовник меня вот на этом диване насиловал. На твоих собственных глазах. Ты забыл уже об этом, да? Лара. Что Лара? Что Лара? Ну хорошо, хорошо, на меня наплевать, ладно? Ну тебя-то, тебя-то убьют? Тише. Никто нас не тронет. Федя. Федя, я тебя умолю. Федя, ну пожалуйста, ну не отдавайте деньги султану. Федя, ну пожалуйста, я прошу тебя. Все, Ларочка, прости, но эта тема закрыта. Я все решил окончательно. Ты, я вижу, совсем рехнулся, да? Ну хорошо, Федя. Прощай. Мама. Ты что, обиделась что ли? Да нет. Мне кажется, я дожила до того времени, когда ребенок погоняет меня из комнаты. Мама, ну что мне сделать, чтоб ты не сердилась? Да ничего. Иди, звони своей этой. Ну ты скажи, тебе бы понравилось, если б я твои разговоры слушал. А у меня от тебя нет секретов. Мама, ну я взрослый мужик, в конце концов, у меня может личная жизнь быть. Вот отлично, выгони маму и начинай строить свою личную жизнь. В общем, к этому-то все идет. Правильно. Правильно. А на мое место свою Алиску приводи. Не начинай про Алиску. А ее личное пространство, знаешь, что значит? Дурак ты, дурак. Вот почему? Потому что это значит другой мужик. Ну что, навестилось вам наглядно? Иконитова, придержи. Деньги все у него, триста штук, как с куста. Опа, опаньки. Налеками, как мы любим. Ты еще скажи, ты их видела. Да, я их видела. Только что толку. Он завтра их султану собирается отдавать. Что теперь делать? Что теперь делать? Надо думать. А что тут делать, Лариса? Сейчас мы с Визельем поедем, отожмем деньгам, лоха и белов-то тут. Куда ты понесся? Сиди. Отожмем. Во-первых, он напуган до смерти. Там плюс Алиса в квартире. Во всех квартирах соседей вызовут полицию, мало не покажется. В натуре. Завтра утром. Завтра утром, когда он деньги сам понесет. Дома выйдет. Вот там вы его встретите культурно, тихо и спокойно. Деньги у него возьмете. Только культурно, тихо и спокойно. Ну да. Ночью, конечно, никуда не рыпаться. Куда ему ночью рыпаться? Но утром в шесть часов, вы должны уже его там караулить. Ладно. Пойдем, пожалуйста. Синицына. Лилия Ивановна. Ты когда выйдешь? Выйду. Ну, из директората звонили, сказали, что приказ о твоем отчислении уже на подписи. У меня мест не хватает. Так. Ну, так ведь еще только на подписи, еще же не подписан. Ну, пожалуйста, хоть чуть-чуть. Ну, мне даже пойти некуда. Всем некуда. Приказ выйдет, у тебя три дня. Кстати, я что-то давно твоей соседки не видела. Куда она делась? А я за ней не слежу. У меня своих дел по горло. Так, ну ладно. Я тебя предупредила, имей в виду. Айф. Алло. Мама. Ах, как у меня дела? Хреново. Ну что, готовь деньги до Липецка? Ну, раз ты не можешь мне наскрести на семестр. Ну это просто какая-то подстава, ну неужели не у кого взять? Ну а у друзей, ну как у каких, ну у твоих, ну по бизнесу. Что, сразу все бедненькими, да, притворились? Ну супер. Да не хочу я в вашем Липецке учиться, мама, но это же не образование. Я хочу стать первоклассным специалистом. Ну все, ну можешь считать, что меня отчислили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, пожалуйста. Как? Ну, по-моему, гораздо лучше, да? Это, конечно, подороже стоит, но зато оно... Да ничего страшного. Главное, чтоб девушке нравилось. Тебе какая-то? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, хорошее же кольцо. Мне нравится. Тебе тоже, я вижу. А давай еще в другом месте посмотрим. Ну, зачем первое попавше себе покупать? Ну, давай посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok До свидания. Спасибо. Какая-то странная стала в последнее время. Дела непонятно с кем. Кольцо выбирать не хочешь? Я хочу. Просто не надо хватать, что попало. Может, ты вообще за меня выходить передумала? Что? Не знаю. Может, у тебя появился кто-то? Ты у меня один единственный. Другого не было и не будет. Субтитры сделал DimaTorzok Прости. Оставьте меня! Что от меня нужно? Где? 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 Куда ты их сделал, а? Куда? Где деньги свалили? У меня еще нет денег. Я не успел их достать. Вы же мне дали время. Оно еще не вышло. Дизель, что там? И тут ничего нет. Убьюсь, сука! Убьюсь, сука! Убьюсь, ты че! Ужись, уже! Чего? Не понимаю, какое окошко в расписании? Так. Ах, вот оно что. Ну, конечно. Ну, я сразу не понял. Конечно, буду обязательно, сто процентов. Да-да-да-да-да-да. Можете не волноваться. Ха-ха-ха! Ради этого и работаем. Все, договорились, конечно. Сто процентов. Так. Запиши. Четверг. Открытие детской клиники. Будет президент. Будешь организовывать съемки для прессы? Позаботься, чтобы я, первое, был в кадре с президентом, второе, чтобы мне не сывали всяких там чесоточных и туберкулезных. Так. Еще не дай бог я подцеплю какую-нибудь заразу. Окей. Так что все хорошо, товарищ президент. Кстати, как там моя? Ищу, Павел Степанович. Ищи, ищи, а то тебе голову откручу. Девочка оказалась умнее, чем я думал. На родине искал. Где она? Откуда она? Из Казани. Искали бы в моей просьбе, пока не появлялась. Да, она была ничего в кроватке. Зажигательная. Надо бы ей найти замену. Ну, есть у меня она одна на примете. Хорошая. Вам понравится. Сам пробовал. Убью. Убью. Иди, иди. Убью. Я тебе сколько раз говорила, не кури возле входа. Совсем репутацию не бережешь. А о чем мне репутация? Я же не английская королева. А при чем здесь ты? Я о имидже заведения беспокоюсь. Еще раз увижу, оштрафую, и ты меня знаешь. Ин, ты издеваешься? Я то всю зарплату на штраф спущу. Ну, не могу я бросить. Сто лет курю. Ну, я же бросила. Ну, у тебя было ради кого мучиться. Ты Султану хотела понравиться. А я чего буду страдать? Кстати, шикарно ты сегодня приоделась. Я думаю, босс оценит. Не сомневаюсь. По крайней мере, все пока идет по плану. То есть, ты хочешь сказать, что он уже созрел, и ты его скоро... Я хочу сказать, что уже все случилось. А штрафую. Да ты чего? Что? Нет у Федьки денег. Как нет? Вы что, я их вчера собственными глазами видела. Мы что, по-твоему, идиоты? Мы всю квартиру перевернули, я же помню. Нет там денег! А Федор что сказал? Пока мог языком шеветь, говорил, что денег нет. Да вы что? Что с ним? Он жив? Не знаю. Мы, похоже, с Дизелем немного пережали. Господи, только этого не хватало. Он трубку не снимает. Неужели вы его убили? Где мы теперь деньги возьмем? Ты успокойся ты! Что думаешь, что он так легко сандалии откинет? Очухается. Ничего. Фух! Катюха, давай в кино сегодня сходим? Ой, Борь, не до кино. Ну? Ну, я в смысле так, чтобы отвлечься. Развлечешься тут. Меня из общаги выставляют. Еще всю ночь готовится к экзамену по химии. Привет. Экзамен это серьезно, понимаю. Кать, глянь, это не тот чувак, который Майку искал. Да, Майкин папик. А вы случайно не меня ищете? О, случайно у вас. Есть предложение пообедать где-нибудь в уютном месте. Вы как, свободна сегодня? Да, я свободна. Как раз даже думала, как ящик провести. А вы не против, если я переоделась? Подождите меня пару минут. Хорошо. Спасибо. Федя, Федя. Ты меня слышишь? Федя. Федя, ты жив? О, боже мой. Федя. Господи, нет. Алло. Алло, скорая? Пожалуйста, быстро. Полевая, дом 12. Квартира 115. Побои. Я прошу вас, быстрее, пожалуйста, он при смерти. Федя. Да. 12, 115. Быстрее. Боже мой, Федя. Федя. Федя, очнись. Федя. Федя, ну ты не можешь умереть. Федя. Федя, ты должен мне сказать, где деньги, Федя. 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 Доброе утро, Султан Магомедович. Уборщицу отправь к выходу, все окурками завалено. Что-то не похоже, что он безумно рад тебя видеть. Или это он при всех так паскирует свои нежные чувства, да? Так, вот сейчас пошла, взяла веник и совок и убрала мусор перед входом. А почему я? Я не уборщица. Это не моя работа. Вот именно, что твоя. Это же ты там вечно куришь. Ты что, с ума сошел? Ты зачем сюда пришел? Как я еще узнаю, что за меня? Ты же трубками кидаешься вместо того, чтобы объяснить. Я была у главврача, я не могла разговаривать, что ты не можешь подождать, пока я перезвоню. Так, фихось ты все, уходи отсюда. Он сказал, где деньги. Он без сознания лежит, ты что не видишь? А что ты тут трешься? Ты что за ним ухожуешь? Лариса, я не поймаю, тебе его жалко? Мне себя, идиота, жалко. Я еле договорилась со скорой, чтобы его привезли в мою больницу. Если он очнется, и менты его, не дай бог, обрашивать будут, чтобы он не взболтнул лишнего. Костя, уходи. Тебе нельзя здесь, Костя, уходи, я тебя прошу, пожалуйста. Молодец, он тебе башка ворит. Пожалуйста, не подставляй меня, я тебя прошу, уходи. Что ты знаешь? Стас! Че? Ничего. Отдай тренер, иди сюда. Вот это что у тебя? Только не говори, что упал. А, нет, это я. Ну, короче, просто еду, и там фанаты крайней. Ну, как обычно. Че пацанчик, за кого болеешь. Ну, и все, и понеслось. Угу. Пару приемщиков-то успел вам показать? Не, так нормально помахались. Нормально. Я тебя че, для того тренирую, чтоб ты шпани на улице носы разбивал, а? Не, они же первые начали. Первые? Стас, еще раз про такой махач услышал. Смотри мне, понял? Да, тренер. Че, иди. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кимоно где? Значит, раньше кимоно не понадобилось? Иди надевай кимоно и на татами. Или бегом отсюда. А без кимоно я вам не нравлюсь? Люся, мне кроме моей девушки вообще никто не нравится. Ни в кимоно, ни без него. Ясно? Вы что, женитесь? Да, но тебя это не касается. Активней, активней работай! Фиденька, очнулся? Фидя? Где я? Ты в больнице. Все хорошо, я рядом. Все в порядке. Кто это был? Где? Это был врач. Фидя, тебе нельзя волноваться, лежи спокойно. Все хорошо. Алиса знает, где я. Нет, я еще не звонила. Я боялась ее волновать, пока ты не очнешься. Теперь все хорошо. Позвони. Хорошо, Фидя, я позвоню. Позвони. Заур. Заур, ты можешь делать все, что считаешь нужным. Да. Я? Я буду делать предложение. Да, все, пока. Инна, спасибо большое. Кофе не нужно. Я уже убегаю. Кстати, прекрасно выглядит шторновое платье. Да. Нравится? Очень нравится, очень. А, кстати, ты не знаешь, где поблизости хороший ювелирный магазин? Да, буквально здесь, напротив. В отеле на первом этаже. А что за повод? Пока не могу сказать секрет. Папа. Папочка. Папочка. Ты как? Бед ли мы, Боже, что они с тобой сделали? Держись ты, пожалуйста, держись. Ну, не плачь. Ты должна быть сильной. Я хочу, чтобы ты для меня кое-что сделала. Это очень важно. Что, пап? Я все для тебя сделаю. Лариса, выйди на минутку. Нам надо поговорить. Что? Ты хочешь, чтобы я вышла? Да вы что, с ума сошли? Я не могу выйти. Я за тебя отвечаю. Ты посмотри в каком-то состоянии. Да ты еле дышишь. Ну-ну-ну. Прекрати пугать, Алиса. Нет, напугаешь ее ты, если сейчас упадешь в обморок, потеряешь сознание, если меня не будет. Я за тебя отвечаю. Я здесь работаю. Я не могу выйти, потому что он... Посмотри, ну ты соображаешь, что ты говоришь. Вообще-то у меня выше медицинская. Почти. Почти? Почти спасти? Почти откачать? Это все равно, что вообще ничего не сделать. Нет, вы... И увольте меня. Ну как тебе не стыдно? Ну что ты говоришь такое? Ну я за тебя отвечаю, ну... Пожалуйста. Не надо, даже не обсуждается это. Все. Пожалуйста, оставь нас вдвоем. Мне кажется, сейчас не время спорить. Сделайте, как просит папа. Оставь нас на минутку. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Все, она ушла. Можешь говорить. Алиса. Деньги. Я не успел передать. Деньги. Султану. Ты решил их вернуть? Ну а как же мы будем... Молчи. Просто слушай. Боюсь, не хватит сил договорить. Ты должна найти... Деньги. И отвезти их султану. Я их спрятал, но... Не очень надежно. Да. Давайте отдавайте стекло осторожно. Постойте! Вы что делаете? Я же вам говорила двери оставить. Я их на дачу заберу. Ну и ладно, нам же меньше работы. А вот мешки выбросьте. Да что ж такое, за каждой мелочью следить приходится. Ну, нормальные ведь двери. Кирилл. Третий он календ. Вы меня напоили. Вы понесете меня домой на руках. Точнее в общагу. А то я сама не дойду. Нет проблем. А вы уже хотите уходить? Нет. Нет. Когда я еще побуду в таком понтовом ресторане? Когда захотите. Стоит только позвонить мне. Вы такой милый. И совсем не старый. Я очень завидовала Майке, что у нее есть спонсор. Что? Ой. Ну, настоящий мужик. Вы правда реально мачо. Что? Вы что хотите, чтобы я вам отдалась? Вы что хотите, чтобы я вам отдалась? Не курю. Еще раз извините. Нас прервали на самом интересном месте. Отвечаю, нет, вы не угадали. Но я действительно хочу кое-что купить у вас за эти деньги. И что же интересно? Ваши трусики. Только прямо сейчас. Что? Нет, сын, нет. Я сейчас никак не могу. Отец, я так давно зову тебя в Лондон. Видишь ли, именно сейчас у меня намечается очень важное дело. Настолько важное, что ты не можешь даже на пару дней прилететь ко мне? Да, настолько важное. Я просто удивлен. Что же это за дело такое? Ну, позже узнаешь. Это что, какой-то сюрприз? Знаешь, давай поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Я тебе на днях позвоню. Все, счастливо. Сними, это не тебе. Как не мне? Это кольцо для другой женщины. Сними, я сказал. Я могу хотя бы поинтересоваться? Кому оно? Нет, не можешь. Сейчас немедленно вернись к своим прямым обязанностям. А я думала, я одна, а тут пьяная. Странные игры какие-то. А вот Майя не задавала вопросов. Была вполне довольна общением со своим, как ты выражаешься, спонсором. Жаль. Я думал, ты и вправду могла бы ее заменить. То есть это такая проверочка, да? Хорошо. Рубернаторrom Вот так... Ну что, сдала экзамен? На пять с плюсом. Угу. И что? Повезете меня в отель зарабатывать другие пятерочки? Да у тебя задатки отличницы. Ты все правильно поняла, Катенька. Но только повезу тебя не я, а другой человек. Интересно, кто? Твой шофер? Нет, мой босс. Майя встречалась с ним, а не со мной. То есть? Я ему тебя порекомендовал. И он выразил желание познакомиться с тобой. Это шанс. Большой шанс, Катенька. Подумай. Хорошо. Я согласна. Ну вот и умница. Я сейчас приглашу его. Постарайся ему понравиться. Инна, там новую посудомоечную машину привезли, тебя ждут расписаться. Подождут. Кстати, а что с этим парнем-то, который старую спалил? С Мурадом? Что, неустойку выплачивать теперь будет? Да чего с него взять-то? Он на такую машину за год не заработает. Уволила его и все. От чего ты такая от Султана вышла? Что-то не по плану пошло? Не так, как ты задумала? Хватит ерничать. Без тебя тошно. Как только я подумала, что все идет... Что случилось? А это еще кто? Первый раз вижу. Алиса? Пришла вам вернуть деньги, которые у вас украла. Постой, зачем? Я же сказал твоему отцу, что он может оставить эти деньги себе. Он боится. Чего боится? Это вы мне должны сказать, чего мой отец боится больше смерти? Ты думаешь, я знаю? О чем вы его просили в обмен на эти деньги? Что он должен для вас сделать? Моя просьба никак не связана с этими деньгами. Эти деньги я даю ему по дружбе. А о чем просили? Я сказал твоему отцу, что я мечтаю о тебе. Обо мне? Нет. Хочешь что-нибудь выпить? Я сейчас шампанское принесу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Еще раз добрый вечер Так это вы? Значит, а то вы наблюдали за мной весь вечер Все ждал, пока ты останешься одна Ну что, выпьем, мышка? Встал, ушел Исчезаю Круто вы его Эти гораздо лучше И дороже Чем те, что ты сняла Не представляешь, как я перепугалась, когда тебя нашла Я думала, у меня у самого сердца остановится Еще хорошо, что скорая быстро приехала Что я уговорила их сюда привезти тебя Ну как же это все случилось, а? Ну вспомни, ты пошел деньги отдавать султану Ты успел? Не можно сказать, что успел Что значит можно сказать? Ты отдал деньги или нет? Я одного не могу понять Как эти гады узнали, что деньги уже у меня Вот шампанское Алиса, ты что? Разве вы не этого хотели? Ну я люблю Егора, он любит меня Так получилось Нет, это я его люблю А для тебя это так Еще одна медалька для потомственной москвички Слушай, не выдумывай, а Никогда не поверишь, что султан с этой малолеткой Что, опять бандиты? Нет, Алиса, хуже Он пытался покончить с собой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому